Добрый день, уважаемые телезрители! Экономика пронизывает все отрасли и все сферы жизни. Недаром Нобелевский лауреат премии по литературе, наш соочувствительник Иосиф Бродский говорил, мы живем в этом мире безвыходно-материальном, а во времена развитого социализма была максима, экономика должна быть экономной. Экономика, с ней мы сталкиваемся практически во всех областях нашей жизни, и поэтому мне очень приятно представить такого замечательного собеседника, как директор Института экономики, управления и финансов Багауддинова Наиля Гумеровна. Здравствуйте, Наиля Гумеровна! Добрый день! Здравствуйте! И с вами сегодня журналисты Альберт Бигбов и Рустам Вафин. Очень приятно. Наиля Гумеровна, вот только что отгремели фанфары приземной компании, то бишь приемная комиссия завершает свою работу. Расскажите об итогах приема. Сколько студентов, какие направления пользовались спросом в отношении вашего института? Я могу сказать, что они еще гремят, эти фанфары, потому что завтра выйдет только первый основной приказ по бюджетникам. Но, конечно, приятно то, что, чтобы не говорили об экономических специальностях, у нас, как бы, мы еще, наверное, на этом остановимся. Большой смерти не предвидится. Конкурс достаточно большой. И прежде всего, так как приказ еще выходит, а не вышел официально, я скажу несколько округленные цифры, что диапазон проходного балла на экономические направления 280-260. Ого! Вот. А у нас очень интересный институт. У нас есть еще педообразование, и есть еще специальности направления, связанные с географией, природообустройством. Там балл где-то в районе 200. То есть достаточно высокие проходные баллы в наш институт. Так что единственное, о чем хотелось бы сказать, это сокращение в течение последнего времени количества бюджетных мест на экономические специальности. Но это отдельный, я думаю, будет вопрос. Отдельно мы скажем. Но я хочу сказать, что на сегодняшний день вы чуть-чуть ошиблись. Правильнее назвать институт управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Он готовит по нескольким крупным группам специальностей. Первая группа специальностей, это 38-я группа, это экономические специальности, куда входит экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, торговое дело. Можно я посмотрю споргалку, потому что я их на память не помню. Так, да. Затем, да, и еще сюда входит управление персоналом. Следующая крупная группа, это 43-я. Сюда входит сервис, туризм. Затем у нас есть группа специальностей, связанная с географией и картографией, это пятерка. И у нас есть еще природообустройство и водопользование, а также педообразование по географии. Может для кого-то, то есть, я думаю, что экономические специальности ни у кого не вызывают вопросов, естественно, почему у нас появились географы. Дело в том, что одно из направлений и научных исследований, и вообще подготовки наших специалистов, это кадры для территориального развития. И вот здесь мы готовим спецов, которые должны знать и природу, и ландшафт, и картографию, и экономическую географию, пространственное развитие. Поэтому у нас вот есть эти люди. А так как в Федеральном университете педагогическое образование отдано в те институты, где та или иная специальность, так как у нас в географии, то педообразование географов и экологов тоже находится у нас. То есть вот как бы мы экономисты, плюс еще пространственники и эконом-географы. И все это пользовалось большим спросом во время приемной кампании. Да. Примерный конкурс, судя по баллам, был высокий. Можно посмотреть чуть-чуть. Вот сейчас открою, просто у меня самое последнее. Перед формированием, так как у меня как бы... Сейчас же видите, сюда даже паргалки писать не надо. Так, то есть если примерный балл... Вот на 31 июля, если вот мне посмотреть по... Вот смотрите, 20 бюджетных мест, 631 заявление, подлинников 39. Но сложно сказать, какой конкурс. Это... Ведь когда мы с вами поступали, то человек мог податься в одно место. У нас подача идет в три места. И поэтому количество заявлений не всегда это конкурс. Мы как-то оцениваем по оригиналам. То есть... Ну, хотя бы приблизительно. Ну, 3-4 человека на место в любом случае. Да, это... Ну, это много. То есть... Это много. Может быть... Просто свидетельств... Против свидетельствования высокого конкурса будет высокий проходной балл. А мы его уже обозначили. Да, вот примерно вот так. То есть он какой-то такой косвенный показатель. Да, да, да. И все это, безусловно, как бы внушает оптимизм, что профессия экономиста не умирает. Она популярна. Несмотря на то, что день и ночь нам говорят, экономистов надо сокращать, их юристов, менеджеров, экономистов развелось, как собак нерезаных. Ну, вот люди идут и идут, и несут деньги, и несут. Бюджетные коммерческие места, какое соотношение, и сколько примерно удовольствия вот сейчас вот для наших уважаемых телезрителей, которые, может быть, подумывают, там, детей ли, или самим бы, вот на следующий год. Во сколько это удовольствие обходится? Ну, во-первых, давайте так. Так как мы входим и вообще живем в мире цифровизации, а я вам уже сказала, что у меня 13 специальностей набора, чтобы не ошибиться, я всех отошлю на сайт. На сайте выставлены все цены, начиная от 128 до 180 тысяч. Самая дорогая, конечно, экономика. Я просто, ну, как бы не взяла с собой все шпаргалки. Самая дорогая это экономика. Затем идет где-то в районе 152-157, наверное, менеджмент. И потом уже идет и управление персоналом, экономическая безопасность, то есть туризм, сервис. То есть они все несколько отличаются друг от друга. Вот это цена за год. Но чтобы быть точными, все-таки это не совсем точно, я всех зрителей, кто нас слушает, я думаю, что надо отвезти на сайт. То есть на сайте университета каждая специальность, есть цена, пожалуйста, она вся выставлена. Просто если бы вы мне сказали заранее, я бы весь ценник принесла. То есть он такой большой. Его было бы очень сложно наизусть. Ну, хотя бы приблизительно. Ну, вот от 180 до... От 180 тысяч, это самая дорогая магистратура и самая дорогая экономика у нас. И до базового номината где-то 127. Вот такие вот цены. Ну, это раздительно отличает от тех же цен, допустим, те же самые московские вузы. Да, естественно. Плюс уровень жизни в Москве. О, это большой разговор. Да. И он заслуживает действительно такого упоминания. Все-таки это вот здорово выделяет наш университет от тех же столичных вузов. Не только дороговизна обучения, но и дороговизна проживания в той же Москве, например. Этим мы выгодно отличаемся. Естественно. И от Москвы, и от Санкт-Петербурга. И это является, на ваш взгляд, одним из таких магнитов, которые привлекают... Почему люди идут в Казань? Да. Много у вас иногородних. Вы знаете что? Я думаю, что у нас с вами два магнита. И как ни странно, первый магнит, несмотря на то, что да, уровень жизни в Казани несколько ниже, чем в Москве. То есть, как бы сказать, что... Я бы не сказала, что Казань дешевый город, но он, конечно, более дешев, чем Москва и Санкт-Петербург. Но иногородних студентов, как ни странно, пролешает не это. Просто вы, видимо, правильно пригласили собеседника. У меня самое большое количество зарубежных студентов. И я хочу сказать, что их привлекает толерантность нашего города. Если Москва и Питер отличаются, ну, где-то нетолерантным, скажем так, мягко отношением к иностранцам, особенно из ближнего зарубежья, это есть факты, то Казань, где рядом стоят церкви всех конфессий, это выделяет город вообще в среде всех городов России. Даже если мы возьмем... Я не буду брать Москву с Санкт-Петербургом, там, естественно, все конфессии присутствуют. Я хочу взять крупные миллионники, тоже студенческие центры, которые были всегда, Самара, Нижний, Екатеринбург, Томск. Там такого нет. То есть отношение... Все-таки мы толерантны ко всем, кто к нам приезжает. И здесь очень хорошо себя чувствуют и мусульмане, и люди других конфессий, и православные. И для меня это было очень удивительно, когда я разговаривала в Среднезе с родителями студентов, что люди едут в Казань именно за этим. Плюс инфраструктура Казанского университета, которая выстроена достаточно непросто, неплохо. Я хочу сказать, что это одна из лучших инфраструктур университетских городков в принципе, помимо того, что... Ну, во-первых, места проживания студентов. Где бы это ни было, деревни универсиады, красная позиция, они все рядом. То есть у нас нет такого, как в Москве. Общежитие номер один находится на юго-западной, общежитие номер семь находится в Балашике. То есть это два разных направления города. Да, по концу Москвы. То есть это у нас, как бы мы ни говорили, есть вот такие вещи. Затем сам университетский кампус, он тоже достаточно компактен. И если... Мы же все сейчас за здоровый образ жизни. То есть шаговая доступность практически всех основных зданий. Даже если надо дойти до Товарищеской или до Карла Марса 74, где находятся медики и потом находятся экологи, есть хорошо работающий общественный транспорт и шаговая доступность. То есть кампусы тоже рядом. Это тоже очень играет большую роль. Вы можете представить, то есть оторванность от кампуса в крупных городах достаточно высокая. Вот Томск тоже очень хорошо выстроен кампус. Но там общежития несколько дальше расположены. Где-то вот еще... То есть вот такой организации кампусов нет нигде. То есть практически мы выигрываем... Я считаю, что это одна из основных фишек Казанского университета. А все остальное, все наши профессии, все наши специальности очень сильно прилагаются. То есть в Шатрахах очень правильно все вот это вот так. Но это исторически заложено, но мы еще инфраструктуру подделали, привели в порядок. То есть это все рядом и вместе. И слава богу, что еще в Казани достаточно компактный город. Да, да, да. У нас только одна линия метро, а не целые там ветки. Скажите, я хотел бы задать один вопрос, связанный с бюджетниками. В данном случае бюджетники – это то, что... Это госзаказ. Ваш госзаказ. Правильно же понимаем? Можно сказать? То есть мы... Ну, давайте так. В том виде госзаказ, который был, когда учились мы, когда мы все уходили на госпредприятие, он уже отсутствует. То есть госзаказ связан с распределением. Это наши госсубсидии, на которые мы живем. Ага. Может быть, я неправильно точно не точно сам выглядел, но смысл в чем? В смысле в том, что государство видит, что нам нужны такие-то специалисты. И мы готовы вузам платить деньги, чтобы они такие специалисты готовили. Это называется на бюджет. Да. Вот сейчас какая тенденция в вашем институте? Куда перетекают вот эти вот деньги, которые я называю госзаказ в кавычках, на каких-то специалистов? Какие направления перетекают они? Потому что частенько, вот Альберт сказал, слышите замечание, что нам экономисты уже не нужны в таком объеме, в котором они там были в 90-х годах, когда это был просто пик популярности, какой-то безумный. Нам нужны другие профессии, говорят в государстве. Очень часто государственные мужики говорят, нам нужны инженеры, нам нужны конструкторы, нам нужны более прикладные специальности. Вот как вы это чувствуете через себя, через ваш институт? Вот эти вот заявления, и какие направления сдвигается вот этот госзаказ, госинтерес, на каких специалистов? Значит, давайте ответ на этот вопрос разделим на две части. Часть первая – это изменение количества бюджетных мест. И часть вторая – это, в принципе, будущей экономической специальности. Это две разные темы. Количество бюджетных мест – очень интересная тенденция на территории Российской Федерации. Говорится, что количество бюджетных мест не меняется, а даже возрастает. Да, в части инженерных специальностей, в части социогуманитарного блока, куда входят как раз экономические специальности, все количество мест сокращается. У нас идет, если в 2012 году мы набирали 100 человек на менеджмент, на бюджет, и 100 человек на экономику, на бюджет, 50 на ГИМУ – это был 2012 год, 7 лет – 2019 год – 20 человек ГИМУ, 20 человек экономика, 20 человек менеджмент, бюджет. То есть феноменальное сокращение бюджетных мест на данной специальности. Но есть другое. Я не люблю ругать Москву, я не люблю ругать центр, но, к сожалению, перераспределение бюджетных мест, которое в целом по стране не меняется, происходит сейчас не внутри специальности инженер-экономист, там, гуманитарий, инженер-химик или так далее. Происходит другое. Практически 80% бюджетных мест находится в Москве и в Санкт-Петербурге. Только где-то 20-30% приходят в регионы. Вот так меняются бюджетные места. Инженерные места и технические меняются несколько иначе. Мы, если у нас было на географию 20 человек, то сейчас 50. То есть там увеличиваются бюджетные места. Я не хочу сказать, что географы не нужны. К сожалению, на сегодняшний день это великолепная специальность. Вы не поверите, самая востребованная специальность картографии, геоинформатики и географии вообще у ребят из Центральной Азии. У нас недопонимание идет этой проблемы. Почему-то. Хотя не все знают, что со специальностью география они всегда попадут в правительственные структуры, будут работать в министерствах и муниципалитетах. Нашим надо, чтобы было написано ГИМУ. Вот так. Все. Вот не знаю, почему такой парадокс. Там бюджетных мест больше. И возможности развития больше. Но вот пока идут чисто на ГИМУ, чем на экономическую географию. Ну вот Азия уже быстрее сориентировалась. Возможно, у них там не так много пригодной к проживанию земли, обустройству этой территории. Может быть. Но у нас тоже с землями не все хорошо. У нас тоже с пространственным развитием есть свои проблемы. И это тоже можно развивать. Даже до сих пор эта стратегия пространственного развития, и она бурно обсуждается. Да, и делаем. Нам говорят, какой-то нас макрорегион загонит в Оскокамске, нашу республику. Да, но пока все как бы не совсем понимают. Я думаю, что это вообще тема несколько не связана с приемом. Если вот мы закончим прием и будущей профессией, в этой ситуации вот боль нашей души это количество бюджетных мест в магистратуру. было, например, 60. Я уже видела контрольные цифры приема следующего года. Это 50. На все экономические специальности, как раскидаем. То есть тенденция? Да. Но я знаю, что столицы там 800 и 600. И наши прекрасные выпускники бакалавриата уезжают туда. Какая чудовищная несправедливость. Но это вот, к сожалению... Это вот старая-старая-старая система отношений, центр, регионы. Мы и налоги туда отдаем большинству. Теперь уже и бюджетные места отдаем большинству. Мы отдаем туда бюджетные места. Это одни из лучших наших ребят. Они же уезжают туда на два года. Они же, как правило, не возвращаются. Если вы подписаны на канал «Научно-образовательная политика», там, кстати, есть момент исследований. Все пишут, что это экономист высшей школы экономики, не я, Кабдар Ахманов. Но год назад он еще был начальником научного отдела нашего института. Выиграл грант и уехал на исследование туда. И в том числе он изучает и термин вузовской миграции. Он исследовал здесь. И это мы ему тут помогали делать. Сейчас это представлено как... Вы его вырастили? Да, да. Возможности больше. Вот, ну, посмотрим, что будет через два года. Гранта только на три года. Нерагнуерна, а вот у меня такой вопрос. Вы сказали о своем... Воспитанник, ученый, который у вас сформировался. А вы можете еще назвать, может быть, среди выпускников или даже студентов, лиц, фигур, индивидуумов, которые вам запомнились, которые там сказали новое слово где-то или какой-то успех обеспечили? Вот что вам самим запомнилось? История успеха нас. Да, история успеха ваших сотрудников, ваших студентов, ваших выпускников. Вот того, что вам запомнилось. Чтобы был пример. История успеха? Да. Вот то, что для вас самих, это как... Ну, я не скромная девушка. Ну, каждый из нас, наверное, есть своя особенная история успеха. Каждый из нас. Я даже не знаю, можно ли... Ну, я сейчас не буду сравнить те времена, но прежде всего, в моем представлении истории успеха, если уж брать студентов, у меня было несколько студентов, это так называемый солдатский набор. В 1986 году к нам поступили прекрасные мальчики после армии, и все, очень многие из них заняли очень много постов. Один из них Ренат Хайров, который депутат Госдумы России и, значит, выпускник Казанского финансового института. Один из таких историй успехов это вице-премьер Гафаров, но он... Да, это тоже 86-й год поступления, они где-то в 85-м, 86-м, 89-м закончили. Марат Адипчисов-Фиулин, то есть это все ребята были после армии, обыкновенные парни из обыкновенных рабочих деревенских семей. Все жили в общежитии на Путлерово-6. То есть вот это три. То есть таких фамилий можно называть очень много. Тот же самый Айрат Шуфигулин, который сейчас возглавляет УФАС, был секретарем Совбеза. То есть вот это были мои студенты. То есть вот это вот как бы... А я была такая молодая ассистент, еще плюс секретарь комитета МСОМОЛА. То есть таких историй успехов очень много. То есть каждое поколение может назвать. Но эти просто одни из тех. То есть я их помню в солдатской форме. Они год вообще ходили. То есть они пока не поехали в стройотряда и на шабашке. Они не заработали себе деньги. Это в самом деле было так. То есть это вот их история успеха. Сейчас история успеха. Вы понимаете, когда мы говорим об истории успеха тех или иных людей, мы редко говорим кто, как, что. Дело в том, что историю успеха, наверное, я считаю, что мы боимся говорить о профессорской, преподательской среде. Нам почему-то кажется, что человек пришел в ВУЗ, защитил диссертацию, и все нормально, стал заведующим. Это так и должно быть. А, наверное, каждый заведующий это тоже история успеха. Потому что я считаю, вот я могу выделить историю успеха, например, Иры Глебовой, Ирина Станиславовна Глебова, это кафедра госмуниципального управления. То есть уходит заведующий кафедрой, Ира берет кафедру и делает кафедру, без которой практически на сегодняшний день Министерство экономики Республики Татарстан не делает ни один проект. Другое дело, что они не могут как бы об этом не всегда может быть все это как это правильно сказать хорошо выстроено в финансовом плане, но в интеллектуальном практически кафедра госмуниципального управления она является таким негласным интеллектуальным штабом Минека. Это как бывший центр стратегических кто у нас какой был центр стратегических исследований? ЦСИ. Ну, ЦСИ он так и есть, он как бы существует у Кудрявцевой, то есть, но сегодня очень много, очень большие связи, как бы, вот одна из истории успеха, другая одна из истории успеха, я считаю, что это вот молодой заведующий кафедрой экономики организации производства Ольга Владимировна Демьянова, ну, это вообще очень сложный момент, уходит из жизни Шамиль Махмудович Балитов, и она, как его ученица, берет кафедру, и кафедра находит свое лицо, они очень сильно занимаются цифровизацией экономики, она старается участвоваться в грантах. То есть, я считаю, что история успеха, то есть, почему-то для нас история успеха, это ты стал министром, сел на персональную машину, это история успеха. Я считаю, что история успеха, это найти себя. История успеха, это все-таки дело то, что ты любишь, и то, что ты знаешь. Своя самореализация. А вот смотрите. Я считаю, что история успеха, это и Марат Рашидович Софиуллин, но история успеха номер один в Казанском университете, это сам Мальшат Равкаджи Гафоров. То есть, человек, которого, честно сказать, не видели в ВУЗе, то есть, это прекрасный хозяйственник, да, доктор наук, защитившийся по, скажем так, своим исследованиям, которые были по администрации, которые он возглавлял, и он приходит и строит ВУЗ, не просто ВУЗ, а ВУЗ будущего, университет, который, да, не просто, сложно, перестраиваться, сложнее, чем строить с нуля, как вышка строилась с нуля, вот с новыми идеями. Завезли иностранцев, и хорошо. там не столько иностранцев, они еще, весь молодняк ушел из Сэкономфак МГУ, плюс иностранцы, да, и вот так. То есть, я думаю, что это вообще история успеха номер один. История успеха, то есть, я же говорю, у нас несколько искаженная история успеха, просто человек самореализовался и просто хорошо работает, это тоже история успеха. Я хочу, если мы продолжаем тему истории успеха, посмотреть на этот вопрос с точки зрения родителя. Вот человек, который, у него есть чадо, которое выросло, которое поступает, который из своего кармана достает 180 тысяч ежегодно и отдает их вам, чтобы это чадо обучили. Когда человек платит такие деньги, он рассчитывает на, это как инвестиция. Вот, его сын, его дочь, это инвестиция в его собственное будущее, потому что он надеется, что его сын встанет на ноги, его ребенок встанет на ноги, он будет зарабатывать деньги, потом, он будет его обеспечивать в старости. Это же тоже, в конце концов. И когда мы говорим о истории успеха, вот с точки зрения вот этих людей, которые вам платят деньги за то, чтобы обучали их дети, для них история успеха, это когда их сын там быстро, не там, не в 50 лет, да, а вот он учится, он уже какой-то проект замутил, закрутил, и этот проект стал работать. Вот он уже, он уже, эти деньги, которые платит папа, он сам может платить, уже, например, вот в учебе, и заканчивается институт, он уже на свои деньги заканчивается институт. Вот в таком ракурсе можно посмотреть, потому что, почему это важно, потому что для родителей, которые будут смотреть, и когда мы скажем, что, ребята, у нас есть возможность, что наши, ваши дети смогут зарабатывать уже сейчас, и такие примеры есть, они идут работать, их берут, какие-то предприятия уже, экономистами, или хотя бы вот в таком духе. Давайте так. Что мне не нравится в ваших тезисах сейчас? Я немножко вам повозражаю. Значит, как человек-родитель сам по себе, который очень определенные деньги вложил в образование своего ребенка, в том числе, я хочу вам сказать так, что, ну, наверное, вкладывать деньги в ребенка только для того, чтобы думать, что в старости он будет нас содержать, это, я не совсем согласна с этим тезисом. Это отдельная тема, которой я коснусь нашего экономического образования и готовности к нашей старости. Это отдельная тема. Вот. Дело в том, что каждый из нас готов работать до последнего вздоха, потому что мы живем, вообще, мир создан так, что человек должен быть самореализован. это один момент. Если человек хочет сразу зарабатывать деньги и восполнить то, что ему дали, конечно, великолепной вещью является стартап. Но стартап в том виде, в котором мы его знаем, это не совсем про экономистов, это несколько, есть, все социальные проекты, они убыточные, естественно, сами по себе, о которых мы сейчас говорим, это надо найти или грант под эти вещи, или найти инвестора под данный проект. Все-таки стартап больше связан с определенными технологиями и инженерными специальностями. Но что происходит у нас в институте? У нас в институте это по поводу смерти экономических специальностей, прежде всего, смерти бухгалтеров. Когда я училась в финансовом институте, самый низкий конкурс был на бухгучет. Все считали, что бухгучет, все, придет время, все отменится, уже идет автоматизация процесса, все, ничего не будет. Я прихожу в Казанский университет в 2011 году и самый большой конкурс при распределении специализаций это все-таки бухгучет. Просто он немножко поменялся, трансформировался, потому что все-таки полноценный, нормальный, бухгалтер, о котором мы знали, он, конечно, ушел на рукавниках. Василий Петрович, главный бухгалтер или кто-то там еще, он, конечно, ушел. Корейка. Ну, корейка, не корейка. Дело в том, что это уже финансовые аналитики. Вот когда экономика идет на профилизацию после второго курса, самый большой конкурс идет на учет анализа аудит. Идет туда. Но они не обязательно в чистом виде бухгалтера, как где-то у нас в памяти. Это аналитики. Это ребята, которые идут на аналитику. Самый большой конкурс. Когда проходит профилизация, у нас уже с третьего курса с ними работает вся четверка аудиторов. Мировая. PricewaterhouseCoopers, КПМГ, КПМГ, Делоид, Эрнст и Янг. Они все у нас. Все ребята через сито проходят и уже там. Следующая волна. Это первые, кто отбирает. Это первое сито. Первые сливки снимают они. Идут вторые. Хорошие банки. Сбер, ВТБ. Со всеми мы сотрудничаем с крупными банками, с крупными сетями. Акбарс наш. Акбарс, Газпром. То есть потом уже берут они. Вот все равно сначала аудиторские компании, потом эти. Как правило, третий, четвертый курс ребята работают. Как правило. Ребята из Центральной Азии тоже устраиваются на работу. Они не все. Вот у них немножко другая специализация. У нас же много иностранцев. У них все-таки учет другой. Они не идут на учет анализа аудита. Где-то они идут в банковскую деятельность, где-то они идут на мировую экономику, на туризм. Они работают в различных фирмах, в различных представительствах. И даже, вот мы сейчас открыли торговое дело, они тоже идут туда. То есть у них есть малый бизнес, где они начинают подрабатывать, а потом кто-то и открывает здесь. И я хочу сказать, что это следующая тема в дискуссии, что такое стартап экономики. То есть мы немножечко их учим тому, что они должны устроиться по той специальности. Они вот идут и как бы они отбивают. Как у нас? Вложил, отбил. Они сами отбивают. Уже все работают. Как правило, все работают. И девчонки, и парни. И поэтому и спрос, поэтому и высокий проходной бал, поэтому и высокий конкурс. Все это взаимосвязано. Люди могут отбить то, что должно. Конечно. Уважаемый Илья Гумеровна, вы говорите о большом количестве иностранных студентов. Это в открытии и успешной работе разного рода международных направлений. Давайте поговорим про эту тему. Вам есть что сказать. И без ложной скромности, пожалуйста, прошу вас похвастайтесь, как много сделал Институт управления экономики и финансов для международного сотрудничества в сфере взаимодействия с другими уважаемыми институтами и университетами? Во-первых, я хочу сказать, что мы в самом деле достаточно неплохо продвинулись в международной области и в том, чтобы сделать и внесли свою большую лепту в том, чтобы сделать университет центром экспорта знаний и образования. Здесь я хочу прежде всего, прежде чем говорить о направлениях, с кем мы работаем и как мы работаем, я хочу сказать о той команде, которая работает, прежде всего о своем заместителе Александре Викторовне Поляковой. Тоже еще одна история успеха. То есть я считаю, что человек, который очень много делает для того, чтобы получились наши самые сумасшедшие проекты, а я считаю, что когда мы сидели и мечтали о лондонской школе экономики, буквально два с половиной года назад, три года назад это казалось какой-то мечтой, ну как это так, кто мы и кто они. Но вы знаете, нормально выстроена целенаправленная работа и помощь наших партнеров приводит к тому, что цель достигается. И с помощью команды международников, это вот Оксана Викторовна Полякова, Айдзуфар Новенькова сейчас будет возглавлять международный центр, и Милюша Харисова, на которого центр бакалавриата, у нас получилось. Нам помогла команда АССЕА, АССЕА это ассоциация, английская ассоциация бухгалтеров и финнаналитиков. Мы пошли через вот эти специальности, она нас вывела на Университет Лондона, и Университет Лондона, прежде чем заключить с нами договор, провел очень жесткое тестирование и очень жесткий прием преподавателей, которые будут читать на этой программе. И только после жесткого аудита и тестирования мы были сертифицированы как международный центр преподавания, как представители Лондонской Школы экономики. Это все происходило в прошлом году и в декабре прошлого года 2018 года Ильша Травкатович был в Лондоне и подписал договор непосредственно о взаимодействии с университетом Лондона в части вот этой программы экономика международный бизнес. И более того, разговаривая в процессе разговора с Лондоном мы уже идем дальше. Мы расширяем спектр программ, которые, то есть, сейчас пока бакалавриат, затем, ну, наверное, мы уже очень долго у нас существует программа магистратура, что-то анализ и аудит и оси сей. Вот, одна из этих программ, видимо, будет уже работать в партнерстве с Лондоном, пока преподавание на русском языке, но, скорее всего, потом будет на английском. Лондон, значит, работа с Лондоном очень интересная. Значит, 25%, ну, где-то часть предметов, по-моему, это где-то 25-30% идет в онлайн-режиме дистанционно. Ребята изучают эти предметы самостоятельно и сдают экзамены не в федеральном университете. Они сдают тесты онлайн. То есть, это вот требование Лондона. Остальные все предметы читают наши преподаватели, они сдаются здесь, все образование идет на английском языке. Все. Здесь, вне англоязычной среде, это отдельная тема, но вне англоязычной среде образование идет на английском языке. В прошлом году мы набрали две группы. Большие? Сколько там человек? Нет, ну, большие сложно. Где-то человек 20-22, то есть, две группы. Это только начало? Да. Но в этом году пока вот у нас сформирована группа, но у нас, как вы сказали, у нас начало, у нас еще август, впереди еще, может быть, кто-то придет к нам опять. Это самое дорогое обучение. Это вот 200 тысяч. На Илья Гумерна. А они получают диплом Лондонской школы. Да. Если они... Это поддержка дипломов идет. Да. Если они сдают все, в том числе и те предметы, которые читает Лондон, если они это сдают, то они пополняют все требования. То есть, они получают два диплома. И вручение уже лондонских дипломов, они... Есть специальный день, когда Лондон вручает. Это 5 марта каждого года в конгресс-холле в Лондоне идет там вручение с присутствием принцессы Анны. Потому что принцесса Анна, она там в каждый университет курирует кто-то из королевской семьи. Патрон. Да. Но не Лондоном единым жив человек. Нет, нет. Ваш институт не Лондоном единым жив. Насколько я готовился, я просто был поражен обилием и масштабом этих программ взаимных. преподносим, как бриллиант уже свой. Мы начали с козырей. Да. А вообще самая долгоиграющая магистрская программа это общий стратегический менеджмент. Она начиналась и сейчас тоже находится в партнерстве с университетом Гиссона. С Гиссоном университет дружит уже очень давно. Но так как мы расширяем сетку партнеров, ОСМ сейчас одним из партнеров ОСМ также является и Лаперантский университет. Он больше инновационный, технологический такой. Но мы с ними тоже очень хорошо дружим с Лаперантой. Затем мы дружим с чехами, мы дружим с немцами еще. Мы дружим с итальянскими университетами, с Пизой, с Миланом. То есть у нас в самом деле очень много вузов, с которыми но это больше уже академическая мобильность. То есть ребята могут поехать, академическая мобильность, когда ребята на один семестр просто выезжают в один из европейских университетов, чтобы учиться там. Как правило, в магистратуре это на втором курсе третий семестр, по калавриате это на третьем курсе они уезжают или на год или на семестр в одну из европейских стран. А много воспользовались такой возможностью студентов ежегодно? Сколько уезжает на такие программы? Примерно. Ну как правило группа уезжает точно. 25-30 человек точно уезжает. Дело в том, что ведь уехать-то могут многие. Могут даже все уехать. Но надо чтобы не было задолженности и чтобы никаких задолженностей по предметам не было как бы вообще. И как правило человек должен хорошо учиться. мы же трощников не посылаем. Ну понятно. В данном случае я хотел сказать о том, что поступая к вам в институт что такое студенчество? Это же не только знание, да? Это возможность посмотреть мир участвовать в этой программе. Это возможность получить социальные какие-то навыки, языковые навыки. И соответственно если такая возможность в вашем институте предоставляется это ваше конкурентное преимущество перед другими вузами, для такого возможности нет. Мне кажется. Ну, во-первых, по всему прочему у нас еще очень хороший центр переводчиков. Вот как раз Оксана Гитлеровна тоже занимается. У нас есть там мы готовим именно переводчиков в сфере экономики бизнеса. Но я считаю, что одной из фишек нашего института помимо того, что у нас очень интересные специальности это очень интересный я считаю сильный как их называет Арифмин Динджи, замдек, это Елена Анатольевна Карасик, это социально-воспитательная работа. То есть это вывод, может быть, замдек, это Ариф их называет так, замдеками, замдеканов, это замдиректор по социально-воспитательной работе, но ни один институт во-первых, столько не трансформировался, как мы за период нахождения в федеральном университете, ни в одном институте нет такого количества разноплановых иностранцев со всего мира и разных ребят со всех регионов страны и то, что это эконом-чемпион, который знают ребята, которые, я очень благодарна еще службе маркетинга, рекламы своих, Аиде Новенькова, которые сделали, немножко изменили инстаграм, и они всем говорят, что если вы зайдете в любое место города Казани и просто тихо скажете эконом, вам кто-нибудь ответит чемпион. То есть вот это такая солидарность воспитана с СВРом, и я считаю, что это тоже одна из фишек института, они приходят сюда домой. Это вот в истинном смысле этого слова. То есть мы стараемся, зная, что они все уезжают из дома, их очень много, на сегодняшний день у нас более где-то процентов 62 ведь иногородных студентов, а с казанских-то уже все меньше и меньше становится. Казань уже не так населена, скажем так, не такая большая рождаемость. Мы скоро придем под 70-75% иногородних студентов, это в общем-то очень много. То есть и то, что мы создали для них атмосферу достаточно теплого и уютного дома, это тоже, я считаю, одна из фишек. То есть мы с ними работаем еще и так. Наверное, хотят остаться. Да, у меня очень много иностранцев остаются, ну как много, часть остаются, но я хочу сказать, что вот кстати ребята из Средней Азии удивительно строят бизнес в Казани быстрее, чем наши. Наши уходят на госдолжности, на должности, фирмы хорошие, эти строят бизнес, эти строят малый такой бизнес здесь, связанный с кухней, связанный там еще с чем-то, то есть вот как-то они здесь. Но очень много ребят, которые приезжают, особенно из Узбекистана, дело в том, что в Узбекистане знание русского, хорошего русского языка, это один из козырева власти. И они, их все родители закончили российский университет. И они приезжают сюда за российским образованием как мини-пропуск еще дальше в карьерной лестнице у себя дома. Следующая страна, которую мы так открываем, это Джукистан, где, кстати, больше говорят на русском языке, как удивительно, и даже где-то местами лучше, но это тоже один из моментов пропуска у них во власти построить карьерной лестнице у себя дома. А самая экзотическая представитель экзотической страны? Колумбия. Колумбия, Венесуэла. Для меня, например. Ну, есть икон, гречат, все, что хотите. Ну, просто Колумбия как-то... Совсем далеко. Нет, ну, не то, что совсем далеко, мы уже прикалываемся по поводу Колумбии. Немножечко так это... Не буду тему поднимать. Не будем, да. Вот у нас сейчас трое ребят из Колумбии в магистратуру поступают, говорю, ну, ладно. А нет, а они какие мотивы? Как с ними общались? что их хочется учиться? У них хороший английский, они же на английский программы идут. А, то есть вместо Лондонской школы они приезжают сюда и получают такой же диплом. Нет, в магистратуре Нойса. Ну, и потом надо говорить о том, что вот все равно прошедший чемпионат мира и обилие обилия, он все-таки дал свои плоды, и люди приехали, посмотрели, так, нормальный город, жить можно, медведи балалайками не бродят по морозным улицам. Ну, я думаю, что, наверное, все началось с универсиады с 13-го года, а уже чемпионат мира по футболу он уже как бы укрепил вот это все. И поэтому они, ну, а потом, вы знаете, мы же очень сильно все присутствуем в социальных сетях и везде, то есть нас видят, читают, она знает, то есть где-то ролики тут выставлены, мне мамы рассказывают, например, вплоть до того, что надо знать, в каком платье надо выйти, чтобы понравиться людям из Центральной Азии. Мы знаем. То есть это надо как бы... Не раскрывайте этот секрет. Нет, нет, нет. Не раскрывайте. А то потеряете. Нет, мы не потеряем, просто есть тоже вот этот вот момент. Мне приснилось небо Лондона. Вот много говорили Лондон, Лондон, вот это диамант, алмаз в вашей короне международных отношений. Вот Лондонская школа бизнеса, она одна из... Экономики. Да, Лондонская школа экономики, она одна из главных таких цехов по выпуску лауреатов Нобелевской премии по экономике. И вот такой вот есть вопрос. Ваши отношения вообще к этой премии и вот есть какая-то там, я не знаю, вселенская несправедливость может быть. Почему-то наши российские ученые слабо представлены вот в этом ариапаге лауреатов Нобелевской премии. И последний раз это было в 75-м году, это Леонид Конторович получил за... Ну, это по экономике, по физике-то мы там что-то еще побольше получаем. Да, но по физике есть и более свежие примеры, но вот экономика, она какая-то вот у нас получается отстает немножко вот от вот этих вот этих Оскаров экономических и там ТЭФи, я не знаю, как их называть эти премии. Ну, это, конечно, не Оскар и не ТЭФи, это, конечно, Нобелевская премия. Нобелевская премия, это... Я вообще ко всем премиям отношусь очень хорошо и, конечно, хотелось бы, чтобы кто-то из наших выпускников когда-то к этому пришел. Но этот вопрос можно задать и МГУшникам, и в Санкт-Петербургской университете Семнам. Я думаю, что здесь вопрос не вместе, а вопрос вообще в советской и современной экономике. Дело в том, что, если мы помним, Конторович получал премию за... прежде всего за мат-методы, это мат-методы по экономике. Да, линейное программирование. Да, это линейное программирование. Сам математик. Он математик. Дело в том, что всегда экономика, преподаваемая за рубежом, она была математизирована. В нас, ну, начиная, скажем так, с 20-х годов, когда мы уже стали в новом свете и в другом мире изучать другую экономику, политическую экономию, она была идеологизирована и политизирована. Когда предмет идеологизирован, он, естественно, не выражает основных своих законов. Вы помните, к чему привело идеологизация генетики? Мы помним. Это отбросило медицину России с Союза на определенный момент. Мы сейчас входим в... Ну, я как бы не очень крупный специалист, но идеологизирование ряда моментов привело к отставанию на несколько лет. У нас все-таки до 90-х годов была идеологизация очень многих вещей. И вот эта идеологизация где-то частично осталась. Конечно, сейчас меняется отношение к экономике, но самым сложным предметом в преподавании в нашем институте является, конечно, математика. потому что сейчас студент выбирает очень много гуманитарных специальностей не из-за того, что он хочет быть учителем, к сожалению, литературы или русского языка, из-за того, что ему трудно сдать математику в школе. У нас все-таки при поступлении к нам в институт надо сдать профильную математику, не базовую, не элементарную, а профильную. Все-таки экономика это математика. Это очень много математики. Ну, те же лауреаты Нобелевской премии или теории игр, или экономика. Но сейчас, если взять последние тенденции, вот я просто немножечко подготовилась по Нобелевской премии, вот если посмотреть, понимаете, сейчас очень много говорят о бедности, качестве жизни, индексе счастья. Вот 15-й год за анализ проблем потребления бедности социального обеспечения. Вообще все, как правило, Нобелевские лауреаты сконцентрированы в одной стране. То есть все страны там по одному по два раза, а в основном это Соединенные Штаты Америки. Это как даже не рынок, а момент, когда они практически являются поглотителем всего интеллекта в мире. То есть они собирают всех. На сегодняшний день я думаю, что проблемы связаны, вот на сегодняшний день недооценена недооценена тема, связанная с экономическими взаимоотношениями постсоветского пространства. У нас ведь очень интересное исследование еще. Мы еще не пахали эту целину, как меняется человек на постсоветском пространстве, как меняется мышление человека. Кто бы знал, что в обществе, где не провозглашалось, нам же всем говорили, что идеология доллара это Америка, идеология доллара это что-то другое. Как изменились люди в 90-е, когда стал либеральным рынок. это еще по большому счету никто не изучал. Я думаю, что это тема будущих научных исследований. Вот мы сейчас работаем, ну естественно, раз мы начали работать с Лондоном, мы вошли в тематики научных исследований Лондонской школы экономики, вот наших партнеров по СССР. Я надеюсь, что работа с ВУЗом, которая воспитала самое большое количество нобелевских лауреатов в мире, это Лондонская школа экономики, и потом уехали в Штаты, потому что там налоговый режим другой, они уехали из Лондона в Штаты. Да, там миграции у них постоянно. Да, может быть, работа с ними, конечно, в перспективе, мы надеемся, приведет к тому, что исследования получат наши научные несколько другой ракурс, что мы не будем только, ну скажем так, такими интеллектуальными отделами министерств и ведомств, а мы все-таки скажем какое-то свое лицо, потому что исследование проблем бедности, исследование проблем трансформации общества и именно изменение ментальности, оно очень сильно, экономическое мышление, оно очень сильно будет востребовано, но это, я думаю, что это вопрос будущего, я думаю, что они нас научат, тем более Лондон предлагает каждый год летнюю школу, где они преподают как бы свои предметы, вот сейчас наши разведчики, ну скажем так, не будем так, это наши преподаватели там присутствуют на учебе, но там пока они видят несколько другой подход и очень интересное инфраструктурное решение, посмотрим, что идет там дальше, я думаю, что мы тоже этому научимся и будем это говорить, мы же боялись, то есть, вы понимаете, у нас в генотипе страх произнесения ряда вещей, это не сразу уходит, то есть, есть вещи, о которых надо говорить, мы пока заговорили о свободе в браках, в половых отношениях, в сексуальных каких-то взаимоотношениях, а дальше в свободе экономического мышления мы еще не дошли до этих вещей, как? И у нас не решена, я считаю, основная, главная проблема, у нас не решена проблема уголовной ответственности за неуплату налогов, весь мир платит и весь мир судим за неуплату налогов, у нас этого нет, у нас есть административная ответственность за неуплату налогов, а уголовной ответственности у нас еще нет, то есть, вот это вот изменение, которое идет очень долго, вы видите, как меняется отношение к собственности, все еще все считают, что это все общее, в мире это не было общим, там постулат частной собственности незыблемость частной собственности американцы английские юристы никогда вам не скажут в нас еще сидит вот это ментально это все колхозное все вокруг мое то есть вот это еще не ушло и мы-то многие знаем несколько другой строй и почему-то все считают что это вот наша то очень сложно воспитание людей изменить мышление в самых основных проблем в самых основных постулатах рынка мы заявили рынок не не решив проблемы частной собственности не решив проблемы незыблемости частной собственности то есть вот есть очень многие вещи и то что происходит даже с неправильным использованием средств бюджета это же это проявление того что люди почему-то считают что это их собственность если они приходят на должность значит он уже хозяин этого положения это же тоже какое-то сознание это то это это экономическое мышление то есть вот эти вот вещи еще это вот эти всплески определенные коррупционных вещей они же происходят не за того что мы страна вот где воруют а эта страна я считаю что эта страна где еще не изменили мышление то есть не каждый человек готов к тому понять что это не его средства а вообще это не его средства это средства избирателей это наши с вами деньги то есть вот эти вещи это изменение экономического мышления я думаю что вот это то что будет давать экономика впоследствии поэтому она популярна без экономических знаний развитие человека в дальнейшем невозможно должно идти как человек же сейчас стал заниматься здоровьем здоровым образом жизни с одной стороны модно а с другой стороны хочется жить дольше и вот это жить дольше она двигает нас другому нам хочется жить лучше хочется жить лучше хочется иметь раньше но не воровать так ведь что для этого надо правильно выстроенная кредитная политика правильные финансовые взаимоотношения с государством и с банками этому можно научить этому можно проконсультировать это не обязательно как бы хочется всем сразу сесть на очень хорошую машину но как это сделать как выстроить свою жизнь согласно тем кредитам которые есть чтобы можно было каждый год ездить отдыхать за границу выучить детей и в то же время было на что есть потому что у нас кто-то не заплатил кредит вся страна страдает из-за того что кто-то не умеет распоряжаться своими деньгами это тоже экономическое мышление человек взял миллион поняв не поняв что он не сможет этого отдать и почему-то обращается государству ни в одной стране мира нет стольких обращений потому что человек взял какие-то деньги в кредиты неправильно ими распоряжаются этого нет нигде потому что люди знают ответственность у нас же надо кого-то обвинить и прийти к царю спросить вот я ну ты взял почему ты взял в долг вы вспомните советские времена у нас там можно было где-то у кого-то занятия не отдать но уважаемые зрители рубль до получки это не миллион кредита на на 2-3 года масштабы поменяли это масштабы поменялись и надо об этом думать когда вы берете кредит это не значит что вам его дают безвозмездно и как выстроить свою жизнь весь мир живет в долг и живет нормально и платит высокие налоги то есть это возможно в то есть в странах где достаточно высокие налоги достаточно не низкий индекс счастья как они сейчас все считают те же финны те же норвежцы те же датчане у них очень высокие налоги а сейчас они задумываются у них так хорошо что они могут сделать четырехдневную рабочую неделю чтобы чуть побольше посвятить семье и людям то есть они пересмотрели теорию потребления но это нам еще там дальше к этому идти но это именно изменение экономического мышления и людям хочется задуматься всегда и люди будут считать экономику и будут этим заниматься всегда потому что это интересно помимо того что всем всех интересует первый вопрос как заработать деньги второй вопрос как не уплатить налоги люди будут интересоваться этой проблемой эта проблема века всегда как уйти но уйти можно в рамках закона и можно нарушив закон то есть этому тоже надо учить и это надо знать вы же прекрасно понимаете что если вы порежете руку вот здесь у вас будет только мало крови если вы порежете руку здесь вы просто порежете вены и можете умереть от кровоизлияния то есть эти вещи же элементарные мы знаем также и в экономике есть вещи которые просто необходимо знать это надо знать этому надо учиться это надо читать потому что как бы но знание навыки это то что человек должен получать постоянно и обогащаться постоянно это должно быть финансовое завоевание вот как специалист к вам обращаюсь в стране уже шесть лет идет обеднение населения то есть не растут доходы населения мы несколько лет балансируем на таких на уровне статопогрежности наш рост экономический вы сами видите свет в конце тоннеля то есть что нужно произойти то есть когда этот морг закончится вот это вот такого экономического болотца скажем так конечно это тяжелая тема тема очень тяжелая я даже не знаю как вы ее запишите что вы будете потом говорить вы видите что наша власть пошла очень просто она пересчитывает формулы и как посчитать того или другого то есть первая точка зрения мы неправильно считаем есть вторая точка зрения может быть и может быть каким-то надо изменить структуру потребления но дело в том что почему у нас растет бедность у нас не растет производство чтобы кто-то раздавать надо конечно то есть естественно то есть мы пока живем если взять практически мы живем вот на марже перепродаж купцы никогда же не были дворянами потому что считалось когда купец получал дворянскую грамоту это уже началось там уже ближе в девятнадцатом веке то есть но это считались люди несколько хитрованы там то есть неблагородно да неблагородно купил за копейку в астрахани он в петербурге продавал за три или за пять вот его маржа вот вся наша экономика с вами сейчас построена на то что где-то покупается то есть практически мы живем вот на марже торговли никогда в ввп страны не было такого количества такой доли продукта ввп полученная в торговле то есть торговля могла занимать на максимум 10 процентов то есть половой продукт всегда считается производства мы сейчас имеем половой продукт основной через торговлю больше она не даст роста производства то есть можно все что угодно пересчитать и статистику придумать другое надо производства то нет а для того чтобы поднять производство нужны определенные другие вещи наверное изменить структуры определенных заказов или второй момент надо уже совсем упростить жизнь к малому малому предпринимательству вы понимаете вот всем когда все говорят вот ну не все говорят когда мы обсуждаем с ребятами экономику там все это вот страшно 90 его знаете что ребят я вам могу сказать другое вот в казани были страшные 70 а 90 такими страшными не были просто когда дали возможность предпринимательством заниматься всем абсолютно все вдруг почувствовали что они могут это сделать но люди не понимали что деньги надо считать и если у тебя получилась прибыль это не значит что надо сразу покупать 600 мерседес и сразу делать закладывать прибыль в 200 процентов и сразу там шубу из горностая то есть как там было принято и вот это дело в том что у нас очень многие там как бы потом люди поднимаясь я вот например одно время читала статьи о тех кто не просто поднялся кто потом упал причины почему люди не пошли дальше то есть история успеха история успеха это как олимпийский титул ты не просто встал ты выдержал то есть у нас очень мало истории успеха таких которые долго продолжаются вы посмотрите сколько ресторанов казани существует больше 10 лет 15 у нас очень хорошо жил мясной удар который потом ушел у нас ресторанов такой истории в городе казани пока нет может быть только тимир хан который но мы ответ знаем почему подушка да то есть там есть определенные то есть почему то какой бизнес существует очень давно у нас вот вы заходите в магазин ну супругой сами ли сколько марок творога вы можете вспомнить которые существуют долго помимо простоквашина и домика в деревне который вот 10 плюс там все и за каждым из них есть определенные крупные корпорации крупная компания маленький бизнес людям почему я сравниваю 70 90 в 70 самом деле было страшно если вы помните или по и по или помните по рассказам 90 страшны были тем что люди попадали на проблемы не понимая сути этой проблемы мы же никогда не были в собственности все же думали так кто-то обыграл тут украл все взял ушел основная ведь проблема русского бизнеса все сняла из и свалил как кассирша который там сняла 20 миллионов 200 миллионов украла все ушла то есть вот вот эти вещи кидала вы не кидала и сейчас это продолжается дело в том что нормально выстроенного малого бизнеса у нас ведь очень мало все хотят прийти и сказать сначала дай а потом построить и сказать вот такие вещи у кого-то были деньги у кого-то нет денег кто-то сейчас не идет кто-то не верит а если людям дать маленькое производство видите чем хорошие санкции оказывается мы можем делать сыр оказывается мы можем печь хлеб оказывается мы можем делать такие продукты которые мы думали могут делать только испанцы да мы не можем делать вино у нас нет а такого винограда но мы можем делать такие вещи которые просто вкусны он камскоустинском районе камамбер появился да то есть есть разные виды сыров есть разные виды молочкой потом ну скажем так не всегда тот пармезан который ну то есть мы ко многим вещам еще даже к итальянским то не привыкли но мы еще и своих то не знаем то есть есть очень много вещей связаны даже с мясными вещами оказывается советском союзе если взять историю сельского хозяйства никогда не было мясного животноводства у нас было всегда молочное животноводство а мясо у нас было из-за того корова все перестала доиться ее резали и отправляли уже на убой все определенных советский союз когда-то но может быть там были какие-то маленькие такие породы то есть таких вложений в то чтобы выращивать определенный вид скота не было сейчас мясо что-то появилось что-то делают фермер мы же за свининой за конины не едем с вами в москву москву уже сейчас и не едем же куда-то у нас сейчас когда приезжают гости из казахстана из узбекистана мы мы сравним козлык оттуда и козлык наш а сыры какие да сыра у нас ну вот в том то дело и в том то все и дело и вот может быть вот эти вот вещи надо побольше вот это производство надо развивать может быть даже какой-то рукоделий или еще что-то да кто-то ушел но весь инстаграм очень многие вещи если вам надо что-то найти то есть были когда-то ателье по шитью и вязки зайдите в интернете многие что-то живут и пешники частники все равно существует но чем больше будет вот таких услуг то есть они все равно дают производство я это говорю о том что люди могут зарабатывать может быть где-то их надо подучить где-то может быть где-то помочь в чем-то но не совсем вот так вот что вот мы тебе дали миллион и ты нам можешь его не возвращать но по сути своей бедность она обидится наверное кто-то на меня что я скажу наверное такие вещи бедность эта категория которую мы воспитываем сами многим людям выгодно быть бедными я просто за границей сталкивалась с людьми которые специально живут на пособие не покупают на работают но не выставляются нигде чтобы получать пособие почему потому что так выгоднее потому что это выгоднее сидеть на шее государства у нас на шее на шоу сарса особо не посидишь вы знаете что вы знаете я хочу вам сказать что вот здесь я просто не готова вам с цифрами отвечать на эти вещи в любом случае мы никогда не задумываемся над помимо того что на деньги бюджета существует огромное количество министерств и ведомств конечно на определенные деньги существует определенное количество людей есть просто больные люди это понятно когда надо помогать инвалиду а есть люди ведь которые просто есть разные категории людей которые получают пенсии пособия то есть что такое бедный человек и что такое бедность какой предел и почему человек стал бедным который имел например что-то мы никогда не задаем себе этот вопрос почему человек вошел в ту или иную категорию обидно да что у человека пенсия девять тысяч или восемь но никто же все же молчат о том что чек всю жизнь получал зарплату в конверте но громко же об этом никто не говорит а у него сейчас пенсия девять или там восемь тысяч там не минимальная пенсия ему не платил пенсионный фонд вот я прихожу оформлять пенсию не готова как а у вас пенсия конечно я же бюджетная организация все же не работала да у нас были у нас есть возможности и абсолютно другой размер пенсии а то что мы неправильным устройством на работу или еще где-то приводим к тому что люди выходят с пенсии но сейчас вот минималка палм 11 до 11 12 очень многие малые предприятия платят только эти деньги официально по бумагам чтобы платить меньше но они как бы существуют что-то каким-то образом происходит почему человек документально всю жизнь работал на зарплату 10 тысяч надо спросить у человека я не верю что человек жил на эти деньги все годы то есть есть момент правильного распределения правильного выбора места работы правильного выбора наверное своей линии поведения еще оценки все можно грамотно распределить купить в кредит даже в нашем бешеном государстве и все равно иметь определенные ну пакет какой-то машину дом квартиру если работать можно тяжело но можно но вот эти вещи выстраиваются но наверное на основе экономических знаний мне очень любят задавать вопрос куда мне куда я вкладываю деньги это коронка где вы храните за уложить ваучер это раньше бы да я говорю вы знаете а у меня нет денег куда их которые я вкладываю смысле игры вы понимаете вот у меня есть кредит который я вот выплачу я там сделала себе какой 500 проект то есть я его выплачу я уже могу все спокойно то есть как бы с работы уйти то есть все у меня уже нет там обязательств быть теперь перед банком я спокойно то есть я брала кредит чтобы достроить квартиру я брала кредит чтобы взять машину то есть есть вещи когда ты можешь себе как бы выстроить вот эти вещи если правильно себя финансовым вести ты можешь ну как бы что-то иметь и и даже накопить себе на 100 раз просто не надо наверное очень сильно такие вот то есть есть вещи которые продуманному потреблению надо учить наверное вот так надо сказать финансовой культуре финансовой культуре и даже та система финансовой грамотности о которой мы сегодня говорим о чем говорится очень долго вы понимаете это все хорошо но этому надо учить вот я захожу в аудиторию к студентам я говорю так ребята как мы готовимся к пенсии не готовы негумер но вы опять вы на пенсионерку ты не пока не не похожи ребят ну во первых пенсию вас уже в 60 с лишним даже если вы будете просто откладывать вот сядьте и подумайте просто тысячу или две тысячи рублей для вас даже для студии вот для вас это фигня просто начните откройте какую-нибудь карточку но складывайте туда деньги просто сколько вы за накопите до 60 лет за 40 лет вы никогда не считали сколько вы потратили на кальян на такси там еще на что-то на те удовольствие которые можно было чуть меньше вас никто не заставляет их лишиться чуть меньше тысяча рублей не те деньги умножьте и они мне умножили посчитали нефига себе вот так а это может отложиться расти и стать вашей пенсии вообще-то это деньги на которые и вы не будете просить детей соседи или еще кто но здесь еще один есть такой любопытный вопрос понимаете когда вот в нашей стране практически через поколение происходило ограбление населения страны государства это была форма реформ динаминации я скажу самые страшные вещи которые я не имею в правду 60 лет по тысячу рублей откладываешь еще раз я скажу самые страшные вещи я не знаю покажет тебе это или нет это самая страшная вещь которую нельзя говорить прямой эфир я всегда эта фраза детей советского периода храните деньги в банке в стеклянной в определенном месте и желательно валют другого права то есть а к сожалению вопрос взаимоотношений с банками взаимоотношений с государством все забыли уже девяносто первый девяносто второй год когда сбербанк всех ограбил особенно тех пенсионеров которые вышли на пенсию то есть у меня то есть эти уже все забыли все уже помнят все другие вещи уже поумирали и если это вот да то есть мама я помню вот у меня у меня в пример двух родителей папа у меня был такой бесшабашный человек несколько человек праздник а мама это как это то есть у папа осталось то тогда 100 рублей на книжке у мам осталось по 7000 и мы обоим ты выплатили там через сколько компенсацию по тысячи полторы что все то есть вот это вот то есть кто был прав и поэтому этот вопрос о том куда вкладываться они задают вопрос не они как раз вопрос о валюте о каких-то надежных инструментах куда действительно можно вложить инструментов к сожалению очень мало сложно сказать лучше как бы судя по тому что творится с банковской российской системой я думаю что все таки я же говорим к и доллар ну я скажу каждый выбирать свою валюту каждый выбирать свою валюту в чем хранить кто-то может быть и в рубля хранит если ему это приятней кто-то кто-то любит доллара кто-то евро кто-то фунты то есть как бы кто-то вкладывать себя а кто-то вкладывать в себя и делает сначала себя а потом уже делая себя уже зарабатывает уже на будущее вот еще есть такой я об этом часто думаю группа не социальный капитал вот в обществах которые живут хорошо и индекс счастья где высокий помимо того что это экономический раз это общество у них еще высокий социальный капитал то есть уровень высокий уровень доверия между членами общества то есть это что для нас было удивительно многих людей которые приезжали за границу и там он пришел и поставил на улице чемодан ушел себе домой чемодан не украли для нас события а потому что а чё украли у него соседи он всех знает всех доверяет даже как тех кого он не знает он им доверяет а ведь конечном итоге это сказывается ну даже на банковской ставке потому что если ты в своем обществе люди друг другу доверяют что такое высокая банковская ставка это же не доверие это не доверие социальный капитал это доверие когда все в южной корее в девяносто восьмом году случился кризис финансовый и тогда бросили клич и южнокорейцы добровольно сдавали свое золото государству потому что не удоверяли отдавали свое золото чтобы поддержать свое государство удивительно конечно там немножко дубля нас это другая культура да но этот уровень капитал очень высокий и вот например даже если брать до революции русские промышленники кто это были старообрядцы да потому что внутри этой группы слово купеческое это никакой никакая бумажка не нужно вообще истории развития экономика когда ты этим занималась это как ни странно что сделать чтобы у нас торе развития религии что понятное делать протестантская религия а у нас поднялась промышленность очень много на старообрядца именно на честности слове Medice купеческое потому что как у меня не цепи у меня хуши кандалы и потому я слово честное купеческое Как нам сделать так, что в нашем обществе уровень социального капитала несколько вырос от доверия? Потому что пока сейчас это выглядит так, что никто в этом не заинтересован. Вы знаете, вы задаете вопрос, что если я вам дам честное, не просто честное, я не знаю, как ответить вам на этот вопрос. Если мы найдем ответ на этот вопрос... Я еще ответил на этот вопрос, если я буду звучать в эфире, я думаю, заинтересуется Центр Э. Ну, я думаю, что, может быть, и заинтересуется, это их право. Но дело в том, что ответ на этот вопрос, наверное, даст ответ сразу на многие другие вопросы. И очень многие вещи мы уже, как вам сказать, многие вещи... Мы затронули столько проблем, что хочется дальше и дальше разговаривать. Но мы сегодня не ответим на этот вопрос, как поднять ту степень доверия. Потому что мы даже, наверное, еще не поменяли некоторую систему. Надо менять систему экономических взаимоотношений. Потому что на сегодняшний день знания экономики, надо развивать экономические знания. Надо давать больше этих знаний, потому что именно они приводят к тому, чтобы вот эти взаимоотношения менялись. Экономику надо знать. Надо, обязательно. И, Найля Гумеровна, а вот люди не только идут в университет, к нам в КФУ за экономическими знаниями, или там другие институты университета. Многие самообразовываются. То есть многие пытаются почитать в свободное время какие-то книги. Книги, да. Что читать, что смотреть, к чему обращаться, чтобы человек имел какие-то базовые знания, чтобы он не был вот таких вот тех вещей, о которых вы сегодня много говорили. Поднять свою финансовую культуру, понять действия, логику правительства, понять, что происходит с бюджетом нашим, что читать людям. А вот слушать, а вот слушать, может какие-то экономисты, которые вот... Нашим уважаемым телезрителям, что вы можете посоветовать? Скажите. Что читать? То читать, что смотреть. Что смотрят доктора экономических наук и что читают, да? Ну, во-первых, если вам очень хочется узнать вообще теорию капитала, надо вспомнить классиков американской литературы. Все-таки лучше, чем написал Теодор Драйзер, «Ты на систи титане и стойки». Трилогия желания. Да, об этом, наверное, никто не сказал. Есть еще трилогия про банкира, не помню автора. Можно почитать ее, но все-таки Драйзер – классика в этих вещах. Сейчас у молодежи вообще среди интеллигентной среды интересно Айн Рейнд, которая пишет о такие антиутопии, которые вещи тоже можно почитать. Но вообще, как вам сказать, рекомендовать читать Карла Маркса, конечно, можно, но это все-таки спецлитература, и это несколько сложно, потому что у него очень сложный и тяжелый язык. Если вы вообще, если проблема экономических знаний сегодня, как ни странно, это проблема знания английского языка и плохого перевода с английского языка. Очень хорошие статьи по экономике выходят в Гарвард Бизнес Ревью. В российском варианте чуть похуже, есть в английском варианте. Есть журнал «Экономист» известный, есть дайджесты различные, потому что люди не могут читать большие книги. Я очень люблю телеграм-канал. В телеграм-канале очень, ну, как бы, различные новости, но я, ну, там помимо новостей есть разные вещи. Все, что касается университетов, это научно-образовательная политика. Все, что касается четвертой промышленной революции, то есть просто нажимаете, находите, что такое четвертая промышленная революция, что такое джайл, что такое, что еще, что еще посмотреть. Ну, про стартапы, про все. Вы понимаете, у нас очень просто. Нажимаете «Окей, гугл», находите, что у вас есть про стартапы, но не останавливаетесь на второй, третьей странице, а начинаете листать дальше. Ну, что такое стартап? Стартап – это практически из стартапов. Ну, я сейчас не буду дискутировать, там только 10% выстреливает. Просто, когда люди начинают бизнес, основная проблема в том, что все видят сразу миллиардера. И все забывают о том, что любой путь – это трудности. Это не белая скатерть. И никто не готовится к этим трудностям, все думают, «О, я вот так решил, вот у меня есть там 2 миллиона, все, меня там все любят, там президент на меня посмотрел, все улыбнулись, и все хорошо». А вообще жизнь – это, наверное, даже надо научиться читать книги по психологии, о коммуникациях. Вообще успешный человек тот, который умеет разговаривать и выстраивать коммуникацию. Просто у меня, в моем представлении, вот, например, есть разные люди, один из них мой муж, который может, когда еще гаечники нас тормозили на дороге, он мог уболтать любого гаечника. Без денег. Талант. Он может… То есть это тоже талант. И вот каждый из нас должен уметь уболтать своего оппонента так, чтобы он ему поверил. Это тоже, как бы, элемент успеха, элемент мошенничества, не мошенничества, такого… Здорового, здорового авантюризма, здорового авантюризма. Но внутри, в любом случае, надо быть очень смелым и развивать себе эти качества. Первое, во-первых, первое, что должен знать и читать человек, наверное, первое, человек должен просто быть уверенным в себе. Уверенность в себе, помимо наглости, дает профессионализм. Если человек очень хорошо знает проблему, от самого первого гента до последнего, он всегда добьется успех, потому что он знает, где сбивается резьба. То есть профессионал плюс человеческие взаимоотношения. Но образование, естественно, нужно, чтобы знать что-то профессиональное. То есть если вы что-то продаете, скажите, почему все агенты фармкомпании медики, потому что они знают, где и как, и могут так запудрить мозги, потому что они знают, как, имеют представление, как идет та или другая болезнь. То есть, ну вот, к примеру, то есть вот это же… И вот эти вот вещи, я считаю, что надо смотреть все фильмы, которые связаны с искусственным интеллектом. Все, что касается искусственного интеллекта. Потому что экономист, человек, который хочет сделать бизнес и экономику, ну, стать успешным в экономических делах, он должен знать все современные технологии. Потому что цифра, цифровая экономика, это все равно инструмент чего-то будущего. Все говорят, что вот цифра придет, что-то уйдет. Да, уйдет, но что-то же будет взамен. Все равно же останется какой-то администратор каких-то вещей. И поэтому… Но профессионализм побьет всех. То есть имеем в одной руке характер, более жилку предпринимательскую, в другой руке знания. И эти знания дает… Кто дает? Иститут управления экономики и финансов. Иститут управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Поэтому на этой оптимистичной ноте позвольте, уважаемые телезрители, завершить наше столь увлекательное и интересное интервью со столь увлекательной и интересной собеседницей Багаудиновой на ее гумерамы. В твою очередь программу ввели Альберт Бигбов и Рустам Ваффин. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова